смотрите какая яишенка получается вот из этих яиц это чуть-чуть просто перележала у тебя но самом деле очень круто не знаю что будем делать если яйца к нам теперь не будут привозить и вот это вот офигенские пирожки вы видите просто какие они клевые с картошкой и с чем картошкой луком и сыром это шарен влог всем здорова очень сегодня со мне кажется чем дальше тем все менее презентабельно лично я выгляжу в камеру это понятно мне незачем стараться вот но я все для жены ты не хочешь стараться для жены я стараюсь каждый день каждый день недавно буквально на днях слышал как для жены старалась старался сосед сверху что у нас было вообще у нас был алюнкин день рождения мы его от всех скрыли вот так вот и что вы в нем делали в него делали мы вам не скажем вот я вам покажу маленькие подарки наверное позже вот пока пока они еще готовы пока они не ушли я про цветы все мы позавтракали пока показываю вам быстренько подарочки алене в этот раз как бы все планы наши абсолютно конечно же пошли вот туда в то в то самое место что делать на днюху я озадачился намного раньше и были даже там планы поехать отдохнуть куда-нибудь в гостиницу и так далее я заказал все пришлось отменять все короче вот так вот произошло что делать пришлось как бы быть дома и но тем не менее алюнка вот вам не хочет рассказывать я сам расскажу что получила несколько подарочков и смотрите одно из них цветочки это тюльпанчики вот смотрите они уже распустились на максимум поэтому я их снимаю сегодня вам и нам их привезли до ребята нам прислали их такие маленькие бутончики максаши нам прислали такой подарочек они были маленькие бутончики сразу очень распустились я в основном всегда был такой ровный к срезанным цветам ну и вообще к цветам но видимо наверное или возраст или в израиле начинаешь как-то прям знаете вот скучать за природой и начинаешь ни хрена себе прошло пол жизни начал скучать ну вот как-то не знаю сейчас меня это трогает намного больше и мне приятно было подарили алене приятно мне тоже они стоят уже несколько дней вот так вот вот распустились очень классно пахнут и выглядят просто шикарно и тюльпаны вообще всегда любил тюльпаны кстати говоря вот так вот но нужно сказать что ребята признались что хотели заказать пионы тоже аленка очень любит пионы а прислали тюльпаны но пионов как бы сейчас вообще не найти пионы в израиле есть но это дорого и редко плюс ко всему что еще где шампусик которые они прислали а вот да плюс ко всему прислали еще бутылку шампусика тоже нужно сказать об израильском обслуживании что шампусик то они заказывали такой как любит алена брюд прислали асти то есть я объясню кто те кто не знают кислое или сладкое вот так вот давайте закрою вам закроешь чтобы никого не смущало поэтому вот так вот понимаете заказывайте одно а привозят другое асти асти люблю я поэтому подарок реально и цветы и асти это тупо для меня вот ну конечно ребятам спасибо плюс ко всему смотрите вот так вот артур с диной показывали нам с балкона что они думают о боленном дне рождения молодцы какие не но это 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 прикольно это приятно плюс это я успел реально заказать еще до того как у нас встал такой тотальный карантин потому что иначе я бы не сделал ничего чисто абсолютно случайно потому что я знал что мир нужно заказывать из-за границы и алена это хотела и было сложно это сохранить в тайне и пришлось заказывать не на наш адрес в конце концов это пришло заранее и сейчас amazon вообще ничего не посылает в израиль вообще сначала amazon прекратил посылать бесплатные вот эти вот свои посылки там после 49 долларов которые у них были последнее время а потом прекратил посылки в израиль вообще ну она и понятно вот это вот я знаю что вы не знаете что это а теперь кто из вас знает что это напишите прямо сейчас давайте раз два три ладно я открываю это фирма а нова я специально для вас запечатал а теперь не могут открыть его вот так смотрите оба это же похоже на огромный черный айфон нет открываем вот так смотрите упаковка просто на славу я не понимаю ален почему я радуюсь своим подарком тебе приятно дарить те вещи которые человеку нравится да короче говоря это называется всю вид я мечтала об этой штуке уже очень давно просто алена его еще не использовала она еще частично в упаковке это большой или такой электронный кипятильник это приспособление которое опускается в кастрюлю или в какую-нибудь емкость нагревает там воду и можно делать классные вещи без жарки готовить мясо и так далее можно вакуумировать это все и в вакууме опускаешь воду эта штука вам это делает все прямо максимально сочным максимально мягким и не быстро вот так вот значит но сейчас сложно его включить показать вам как он работает выглядит его экран вот так видите он сверху там вот так вот загорается и горит вот есть вот видите сверху у него вот тут будут цифры ну короче вы сто процентов это еще увидите у нас во влогах так что смотрите почаще чтоб не пропустить вот внутри есть еще такой вот вентилятор который гоняет воду и вот эта штука такая стоит погруженная воду булькает этом управляешь можно подключать телефон управлять этим с телефона также есть разные рецепты короче вот так вот алена прожужжала мне про эту штуку все всю голову но по моему она все-таки не ожидала что я ее куплю но это еще не все короче есть еще одна вещь и это вот это вот я знаю вы скажете что мы не так давно покупали телефон но на самом деле это было уже когда телефон тебе покупали два года назад а ну значит алена говорит года полтора назад значит вы видели полтора года назад я покупал ей сяоми есть сяоми принципе был окей все нормально просто довольно быстро там разбился экран разбился экран вот аленка что-то не хотела его чинить потом что-то было лень потом 5 10 а потом он начал потупливать и я думаю что он вполне себе еще жизнеспособный и все такое если вы почистите поменять экран но честно говоря там сильно расстраивала камера и я видел как алена без камеры страдает вот до тех пор она говорила что ей не особо нужен там фотик но когда фотик откровенно отвратительный то ты начинаешь по нему скучать поэтому вот такая вещь была куплена это не iphone но мы честно говоря iphone и не хотели то есть мы не фанаты как бы apple прям настолько и samsung тоже не хотели сознательно но как бы я представил алене несколько вариантов и она в принципе согласилась с моим выбором это вот это вот флагман от huawei это еще тот который с гуглом новые huawei идут без гугла короче говоря ребята это снимает штука наравне с айфоном уж точно не хуже посмотрите посмотреть по тестам потом бубликовскую фотку туда ту который мокрый нос мокрый нос а еще у него безумно красивый цвет а тут да вот так вот видно да да он чем-то напоминает аленке samsung который у нее был до xiaomi и мне кажется это ей особенно приятно и все ребята у которых вот такой вот телефон они все очень довольны аленка будет тестить и максимум спросите попозже она вам расскажет чё куда с тем телефоном нормально или или говнище на палке ада и телефон был куплен уже находясь на карантине купили мы его блин ну и прическа купили в магазинчике который доставляет это домой опять же израильские прекрасные израильские прекрасные обслуживание было настолько феерично и на самом деле это не столько взяло времени сколько они обещали но они максимально пытаются не обещать тебе то есть они тебе говорят до семи рабочих дней и все до семи рабочих дней причем доставка платная до чтобы вы понимали 50 шекелей и никаких больше опций нет то есть в обычное время у них там опция есть доставки в течение дня или доставка можно приехать не доставка а сама вывоз можно приехать забрать самому сейчас же никакие другие опции покупки не существуют но ты об этом узнаешь во первых уже после оплаты во вторых неважно как ты это оплачиваешь например ты делаешь заявку заказ через сайт но только спустя сутки к вам возвращается молодой человек и все это вручную дальше вбивает в компьютер и проводит платеж то есть более это ты знаешь мне напоминает все равно что ты не знаю делаешь какую-то заявку на компьютере там до пишешь письмо на компьютере а в каком-то офисе сидит женщина смотрит на компьютер и на печатной машинке это перепечатывает распечатывает потом это все и несет своему начальнику на подпись то есть это тоже самое ребята это настолько неэффективно насколько это может быть вот и потом нам конечно нам привезли это в принципе довольно быстро мы просто попали на выходные но я все к тому что магазин максимально не берет ответственности за время доставки вот и все они просто говорят вот мы вам ничего не обещаем все отстаньте от нас хотите покупать не хотите валите на хрен вот так это все звучит и опять же эта сеть это большой магазин это не один какой-то маленький это сетевой магазин израильское обслуживание даже в момент карантина она не перестает быть просто удивительным хотел вам снять еще японское шампанское которое нам подарил димка из суши маркета дима огромное спасибо и мы его выпили и она была такую удивительное вот вот я вообще мне так зашло она такое сладенькое короче шампанское которое из сливы в японии многое из слив вот так вот у них короче сливовая водка сливовое это сливовое шампанское оно прям сладенькое прям по мне вот все подарки аленки короче как по мне вот еще это тоже подарили алене еще у аленки есть несколько незримых подарков которые не могу вам предоставить как доказательство просто верьте мне на слово что у нее был маленький на день рождения в этот раз тоже аленки а а а а а а а а